Международным рождественским образовательным чтениям, которые пройдут в январе в Москве, традиционно предшествуют форумы, организованные во всех регионах России. О том, как прошли 13-е рождественские чтения в Республике Бурятия, в материале епархиальной пресс-службы. Представители, пожалуй, всех сфер общества приняли участие в региональных рождественских чтениях, которые прошли в республиканской столице 13-й раз. Представители власти, церковные и общественные деятели Республики Бурятия вновь поднимали важнейшие вопросы, которые последовали из главной темы этих чтений – православие и отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. По мнению участников, тема глубокая и многогранная. Я думаю, что все согласны, что слово «культура» происходит под культом. Я не имею в виду религиозного культа. Это совсем не так. А от того, что культивируется, насаждается. Культура – это то, что рождается в нашем мировоззрении. Во что наслаждалась? У нас православная страна. И веками у нас наслаждалась православная вера. И формировала наши ценности, наши идеалы, наше мироощущение. Что сегодня наслаждается? Сегодня, наверное, наслаждается несколько минут. Культ здоровья, физической силы, культ потребления, развлечения, денег, порог, наконец. Как следствие, сегодняшнее общество тяжело болеет бездуховностью, вседозволенностью, безнравственностью. В ходе чтения участники форума неоднократно озвучивали чрезвычайно важную мысль, которую не раз в своих выступлениях высказывал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин о том, что нравственность может быть только религиозной. Поэтому мы, конечно, должны осмыслить долю участия религии, в частности православия, в развитии современной культуры. Также особо была отмечена роль семьи в формировании духовно-нравственного здоровья общества. И вновь обращение к словам президента, сказанных на заседании Всемирного Русского Народного Собора, о том, что многодетная семья – это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Вот эти слова же как-то должны быть переварены в субъектах, в правительствах, в министерствах. Мы же должны, не только же наша церковь православная, наши братья-буддисты, мусульмане, должны в народу ввести, выполнить своих позиций и традиций. Наверное, и власть как-то должна задумываться, почему наши девочки такие, почему в наших семьях это не прививается. В течение двух дней поднимали самые животрепещущие вопросы. Участники делились опытом, обсуждали такие темы, как духовно-нравственная культура народов России, трезвость, возрождение утерянной добродетели русской культуры, духовно-нравственное воспитание в современной системе образования, а также воспитание детей дошкольного образования. Актуально говорить о том, что наши традиции, наши ценности, они действительно оказались под большим, огромным ударом. И наша задача сейчас стоит не только сохранить свою родину, свое отечество, а ведь речь идет сейчас именно о сохранении России как таковой, о ее будущем. И здесь мы говорим о том, чтобы не просто страна бы сохранилась, а сохранилась бы те традиции, те устои, исконные, благодаря которым сохраняется наш национальный признак. Поэтому дай Бог, чтобы действительно нам сохранить правильно те ценности, которые должны зиждеться и на основе нашей веры. Наталья Шуплецова, пресс-служба Олан-Уденской и Бурятской епархий.